Миноборнауки рекомендовала колледжам и техникумам продлить прием абитуриентов, прибывших из Украины. Об этом сообщает российская газета. Министерство уже разослало во все регионы страны рекомендации по приему, где подробно написано, как зачислять тех, кто не имеет возможности предоставить оригиналы аттестатов, документы о гражданстве, а также удостоверение личности. К примеру, если у поступающего нет при себе документа об окончании 9 классов, а он хочет учиться в программе среднего профобразования, возможно два варианта. Это повторное обучение в 9 классе или сдача ГИА до 30 сентября. А если нет при себе аттестата об окончании 11 классов, то потенциальному абитуриенту могут предложить пойти в 11 класс или сдать ЕГЭ экстерном. Если, допустим, человек имеет при себе зачетную книжку, студенческий билет или справку об успеваемости, в этом случае по итогам аттестации его могут принять на программу среднего профобразования, но к концу года или к окончанию учебы все же попросят предоставить аттестат из школы. Как проводить аттестацию в виде тестов, собеседования или экзамена решает самообразовательная организация. Поступить на учебу в колледж или техникум на программу среднего профобразования можно без свидетельства о рождении или паспорта, но в течение трех месяцев с момента зачисления копию какого-либо из документов предоставить придется. Продолжение следует...